Мир вам, дорогие телезрители! В эфире Центр эзотерики и психологии Прометей в телепередаче «Лабиринты судьбы». И я, ее телеведущий, Любомир Богоябинский. А для тех, кто видит меня впервые и пропустил мои первые две серии, я хочу попросить моих помощников поставить видеосправку обо мне. Любомир Богоябинский. Парапсихолог, эзотерик, а также таролог с опытом работы более 10 лет. Имеет высшее образование. Магистр практической психологии, практический психолог. Преподаватель психологии с отличием окончил Ниженский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также 3 года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. Участник русской битвы экстрасенсов 17. Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. Автор трех колод Таро. Дей Таро Чёрта, Таро Колдуна и Таро Вечности. Философ Аспирант. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей. Тема сегодняшней серии «Ведьмство», «Ведьмаки и ведьмы», дорогие телезрители. Не пропустите, смотрите нашу программу до самого конца. Почему? Потому что вас ждет сюрприз и не один, а целые сюрпризы. А также специальный уникальный гость. Поэтому не переключайте передачу, а я продолжаю. Для начала раскрою вам тайну. Я ведьмак-самородок. У меня четыре соска-рудимента. И нет обычных человеческих сосков. А также у меня, простите за откровенность, черная родинка на попе. Все это в колдовстве называется печать зверя. Так сила помечает телесно врожденного ведьмака, который имеет ведьмовскую силу от матушки природы. Есть ведьмы и колдуны-самородки. А есть родовая колдовская сила, рода, которая передается из рот в рот. И так рождаются ведьмаки. Но ведьмовству можно и научиться, и развить этот дар. В данной передаче, как всегда, вы можете бесплатно звонить на горячую линию по номерам телефонов. Плюс 38-093-264-17-77. Вы также можете писать в WhatsApp на этот номер. И плюс 38-098-857-30-81. Это Viber также и Telegram. Звоните, мои дорогие, в прямой эфир. Также вы можете посещать и переходить на наш официальный сайт prometeus.tv.com.ua В славянской традиции чернокнижие, украинская колдовская стезя и русское чернокнижие, в этих традициях ведьмаков часто ассоциируют с колдунами. А ведьмовство начало синонизироваться с колдовством. Но не стоит ассоциировать колдовство или ведьмовство со злом и грехом. Я, например, добрый ведьмак. А свою силу ведьмовскую я использую во благо людям. Ведь с помощью ведьмовства и ведовства можно менять жизнь людей на физическом плане. Мои дорогие, я могу, и любой ведьмак может, если он хочет, менять ход событий в ту сторону, которая вам нужна, в нужную вам сторону, как в плюс, так и в минус. Колдовство – это сила! Можно сравнить эту силу с любовью. Как любовь можно ощутить, но нельзя потрогать, кто любил, поймет. Так же и с колдовством. Его силу можно на практике увидеть по результатам колдовства и реальным изменениям в вашей жизни. Пощупать же материально колдовство нельзя. Но коснемся немного истории колдовства на Руси, чтобы вы более лучше могли понять суть магии ведемской. Через некоторое время, после насильственного крещения Кимской Руси, сложилась колдовская традиция, опирающаяся на деревенское колдовство и древнеязыческие традиции. Эту колдовскую традицию в народе стали именовать чернокнижие. Корень черн. В слове чернокнижие этот корень означает, что это слово происходит от чернобога, верховного божества, языческого славян Нави. Чернокнижник – это тот человек, который поклонялся и служил чернобогу еще до принятия крещения Руси. Имя же чернобога в христианской традиции, в других традициях стало Сатана. Чернокнижниками стали величать образованных колдунов и ведьм, которые сохраняли и передавали свои знания, и записывали их так называемые черные книги. Черная книга, черная сила людей спасала, людей губила до этой поры. Колдовские знания передавались только устно. Таким образом, мы приходим к выводу, что зародилась традиция славянского колдовства тысячелетия тому назад, в начале устно, а потом уже письменно, в черных книгах. В четкую же систему, именуемую ныне чернокнижием, вот эта система знания начала кристаллизироваться лишь полтысячелетия тому назад. В основе чернокнижия переплелись отголоски древних колдовских практик, в частности, религиозные практики поклонения и прославления чернобогов в разных хипостасях его сатанинских, и также работа с чертями, бесами, мертвецами и другими обитателями навьего мира. После насильственного крещения Руси славяне стали полностью забывать своего древнего чернобога и начали ассоциировать его с дьяволом, то есть злом, называя его отцом лжи по христианству. А воинство чернобога, обитателей навьего мира чертей, начали ассоциировать с бесами. В чернокнижии исконно русские колдовские методы работы перемешаны с чужеземными. Лучшие колдовские обряды отобраны с вековой традиции, как и нашей, так и заграничной, иностранной. И вот эти обряды, которые практиковались многими поколениями колдунов и ведьм, которые доказали свою реальность и практичность, они и вошли в традицию чернокнижия. Поэтому в сознании славян ведьмак, колдун и чернокнижник начал ассоциироваться. Ведьмак – это человек, который имеет в большинстве случаев врожденную ведьмскую силу. Колдун же – это тот человек, который, имея силу, либо получив ее от другого колдуна устно либо письменно, практикует тайные колдовские техники и знания и служит чернобогу, называя его даже дьяволом и именуя его богом-сатаной. А чернокнижник – это человек, который владеет знаниями, записанными в так называемых черных книгах, учебниках колдовства и черной магии. Поэтому чернокнижник подразумевает обязательно образованный, высокоинтеллектуальный человек. Если он также от природы ведьмак, либо раскрыл себе ведьмовскую силу, то он становится очень могущественным и опасным чернокнижником. В зависимости от его желания и воли он с помощью чернокнижной силы, с помощью своего ведьмовского потенциала может творить добро, защищать и спасать невиновных. Либо же идти тропой зла, но помнить, что за всякое зло есть обратный удар. И если чернокнижник-ведьмак нарушает духовные законы и насылает постоянно порчи на невиновных людей, то часто срабатывает законом мироздания обратный удар, который бьет по этому чернокнижнику. Поэтому я призываю и своих коллег, и всех тех мастеров, которые меня смотрят, творите добро, и вам воздастся добром. Я же ведьмак, Любомир Богоявленский, в этой передаче, мои дорогие, использую свою, врожденную и развитую в процессе моего развития ведьмовскую силу, чтобы вам помогать. Пожалуйста, прямо сейчас звоните на горячую линию по номерам. Плюс 38 093 264 1777 И второй номер плюс 38 098 857 3081. Я отвечу на ваш любой вопрос. Любая ситуация для магии, для ведьмовской силы нет границы. Можете звонить мне с любой точки мира и с помощью своей уникальной системы спиритической и мистической путьеи или торо-черта Любомира Богоявленского я проведу экспресс-диагностику и просмотрю любую вашу ситуацию. Во благо и благие силы хочу я применить твой дар. Когда-то, когда я проходил инициацию и обряды посвящения в мастера черной и белой магии, я давал свою присягу высшим силам идти до конца тропой магии. А нам звоночек сейчас. Я слушаю вас. Алло. Любомир, добрый день. Добрый день. Меня зовут Мария, мне 50 лет. Приветствую вас, Мария. Мой бывший муж колдун. И у меня такое чувство, что он сделал на меня порчу на одиночество. Я 20 лет одна. 20 лет. Живу одна, воспитала сына. Но это еще не все. Да, я вас слушаю. Меня тревожит то, что моя бабушка Риза была ведьмой. Может, я ведьма. Давайте просмотрим ваш запрос. Очень актуальная на самом деле ситуация. Благодарю за ваш запрос. Я уже сразу скажу, что я даже не спрашивая ваш год рождения, вижу, что он заканчивается на ноль. Смотрите, и 20 лет вы живете одни сейчас, и 2020 год, высокосный год смерти, разрушения. То есть много нолей. И это знак того, что на самом деле вы помечены необычной силой. Вы можете быть реально скрытой ведьмой, но ноли обнуляют вашу личную жизнь. Сейчас посмотрим ситуацию и ваши допросы с мужем и в целом. Так, я смотрю. Смотрите, вот эта карта, этот черт, это на самом деле ваш муж-колдун. Вот разрушенная башня, которая показывает то, что он как проклял вас, он как разрушил вашу жизнь, подорвал. Но аркан госпожи верховной ведьмы и владычицы магии показывает, что у вас есть на самом деле скрытая, мощная ведьмовская сила. А вот эта карта фоновая луны, которая не просто здесь находится, она показывает мне, что ваш ведьмовской потенциал не раскрыт. Вы замечали такое, что вот бывает вам приснится сон, либо вы что-то скажете, а оно как сбывается. Бывало. Вот, бывало. Смотрите, вы кармически, мне по ясновидению сейчас открывается, я вижу, не случайно вам муж-колдун притянулся, потому что часто колдуны притягиваются к ведьме. Ну почему же вы расстались и это все произошло, вот аркан повешенный выпал и карта раздорожья, где ваши дороги разошлись, иллюзии раскрушились. Чтобы муж-колдун любил и чтобы он не вредил, жена-ведьма должна специальную магию применить. Какую магию здесь нужно? Я вас научу. Мы с вами встретимся на термине, и я, по вашему желанию, помогу вам вашу силу ведьмовскую развить, и вы в безопасности, в комфорте, я бы так сказал, сможете начать идти тропой ведьмовства. Либо я могу помочь вам, это ваше желание и ваша свобода выбора, сделать так, чтобы вот эта программа, вот эта непроявленная ведьма у вас, вас не мучила. Нули, вот эти отягощения, я сниму, и к вам притянется ваша вторая половинка. А колдовство мужа, его проклятие, негатив, мы сможем не просто снять, если вы пожелаете, я помогу вам, и мы можем его даже наказать в какой-то степени. Но мне идет информация, вы очень связаны энергетически, у вас есть общий ребенок? Конечно, сын взрослый. Это очень непросто сейчас. Вот аркан, который показывает мне, десятка червовая, смотрите, ваш сын колдун, вы мама его, вы ведьма получаетесь, хоть и скрытая, отец проявленный чернокнижник и колдун, то есть ваш сын реальный колдун, я думаю, что вы с детства наблюдаете у него определенное проявление сверхспособности, он очень необычный мальчик, не просто творческий, а он даже как погоду может предчувствовать, предвидеть. Какие-то необычные ситуации складываются, когда он что-то скажет, как будто бы в корень глядит, а потом его еще и слова сбываются. Такое вы замечали? Мало того, он в школе, когда учился и в университете, он всем своим одногруппникам и одноклассникам наперед уже знал, у кого какие оценки будут. Он врожденный, мощный колдун, потому что ваш муж колдун родовой, мне сейчас по ясновидению открывается. Мы будем работать с этой ситуацией, и в вашей жизни, и у вашего сына, и у ваших внуков, и правнуков, все будет хорошо. Вы просто помечены вот этой родовой информацией. Мы будем дальше с вами работать. Будьте благословенны. Мои помощники, пожалуйста, запишите человека ко мне на индивидуальный термин. Все будет хорошо. Ваш Любомир Богоявленский. Спасибо большое, Любомир. Будьте благословенны. Мои дорогие, непростой запрос, непростая ситуация, которые показывают мне, что эта ситуация, хоть и непростая, она и жизненная, и она трагическая, потому что она скрытая ведьма. Вот к женщине, которая мне звонила, притянулся, понимаете, это сила притяжения, родовой колдун, потому что колдуны притягиваются к ведьмам. Но они не смогли найти общего языка, потому что ведьмы и колдуны, как семейная пара, часто несовместимы. Чтобы колдун, муж, любил жену и ведьму, нужно знать специальные слова ведьмы. И этого мужа нужно отчитывать. А теперь, что же дальше? генетика колдуна, мощного, кстати, колдуна, и, пускай непроявленной, но мамы-ведьмы, соединилась и проявилась в сыне. В чем же ключевая проблема этой ситуации? Проблема в отсутствии знаний. Для того же, чтобы тайное знание стало явным, и существует данная передача, в которой я, мастер любомир Богоявлинский, раскрываю тайны магии, эзотерики и колдовства, чтобы вы, мои дорогие телезрители, были грамотными в вопросах магии и оккультных наук. Как мастер черной и белой магии и врожденный ведьмак-самородок, я прочел и изучил много книг и учебников по оккультным наукам. Особенно вспоминается этнографическая книга Харитоновой «Черная и белая магия славян». Харитонова говорит, что в области магических явлений для нас больше вопросов, чем ответов. Да и те ответы, что имеются, вряд ли могут объяснить хотя бы одно явление до конца, оккультное явление, но это не означает, что вот эти малопонятные явления нашего мира, что от них можно отмахнуться или сделать вид, что их не существует. Наука не может их оспорить. Тем более, что к феноменам, явлениям, именуемым магическими, часто оказываются причастными не только специалисты, но и, скажем так, обычные люди, которые не обладают сверхспособностями, либо эти сверхспособности не раскрыты у них, у них нет знания и у них нет сверхзнания. Народная традиция в таком случае предполагает определенную градацию приобщенности человека к мистика-магическому миру и участие его в таинстве, в тайной стороне жизни, в тайной сфере колдовства. Во-первых, никто не гарантирован и не застрахован от нежелательного контакта с представителями и реального мира, инфернальной реальности, от разрушительного поведения этих сущностей, но если знать законы и поведение будет верное и правильное, то можно совладать с такими необычными ситуациями, как, например, это во сне является покойник домовой, вместо того, чтобы защищать ваш дом, а он вредит, бес нападает, случаются какие-то барабашки, стучат, какие-то паранормальные явления в вашем доме и квартире. Кто в это не верит, может убедиться в истории, что это реально существует, во-вторых, общение человека с себе подобным к человекам часто все равно предполагает и заставляет прибегать к магическим оберегам. Типы магического воздействия одного человека на другого можно подразделить на случайные и намеренные, потому что жизнь это магия, а магия это жизнь. В народных верованиях, мои дорогие славян, считалось, что взгляд настоящего ведьмака должен быть сильным и влекущим, заставляющим повиноваться. Изначальная форма была ведун и ведьма. То есть это люди, которые ведают от прародительницы жизни богини ма. А дальше уже исторически ведьмак, он же ведун, стал в сознании славянских народов колдуном. Колдуны восточных славян и еще в недалеком прошлом они были почти в каждой деревне. колдун не обязательно был чернокнижником, потому что он мог быть неграмотным, но в каждой деревне такой колдун был. Если чаровник, то есть колдун был знатоком своего дела и обладал силой колдовской, то он и властью обладал огромной над людьми. А ведающих людях в небольших населенных пунктах обычно хорошо все знали, а слава некоторых ведьмаков распространялась далеко за пределы своей округи в деревне. И это вполне объяснимо. Во-первых, они занимались неуполне привычными делами, которые вызывали интерес. Во-вторых, человек часто вынужден был искать более сильного колдуна, если свой местный колдун насылал порчи и сотворял козни. Мои дорогие, я, как ведьмак, нахожусь в этой студии, как руководитель центра эзотерики и психологии Прометей. Я не случайно собрал сильнейших мастеров по черной и белой магии. Я и мои мастера находимся здесь и работаем круглосуточно для того, чтобы любого колдуна, который вам вредит, лишить колдовской силы, снять с вас порчу, сглаз, поставить непробивную защиту от колдовского воздействия на полгода, год, можно на разные термины, сроки, в зависимости от обрядов и сложностей методик. Поэтому прямо сейчас звоните мне в студию по номерам плюс 38 093 264 17 77 и другой номер плюс 38 098 857 30 81 любой ваш вопрос, любая ситуация, которая вас тревожит и беспокоит. Я сделаю экспресс-диагностику на своей уникальной авторской колоде «Мистический путь гея» или «Таро-черта» Любомира Богоявленского. Это уникальная авторская спиритическая система, психоаналитическая методика, которая сочетает в себе силу как обычного Таро, так и предсказательного оракула. Прошлое, настоящее, будущее откроется с помощью этого духовного портала. И я, ведьмак Любомир Богоявленский, от чистого сердца, как добрый колдун, помогу вам, мои родные. Поэтому прямо сейчас набирайте меня, звоните и с помощью высших сил я вам помогу. Да, кто-то мне звонит. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Тамара. Приветствую вас, Тамара. Вы знаете, Любомир, я не узнаю своего мужа. Он начал пить, ну, просто до белочки. Пьет до белочки. И уже начал поднимать руку на меня. Что мне делать с ним? Может, это проклятие какое-то? Сонышко мое, мы сейчас будем смотреть? Пожалуйста, скажите мне, число, месяц и год рождения вас, сколько вам лет? И так же мужа, и как его зовут? У меня, значит, 13 марта 68 года. 68 вот так. А муж мой, Федор, у него дата рождения 10 мая 65 года. Так. Вы знаете, ну, во-первых, он, ваша судьба, я по-чистому четко вижу, то есть вы друг другу суждены, чтобы вы были вместе. Но что же случилось с вашим мужем, и что делать в этой ситуации, мы сейчас посмотрим. Так. Я делаю экспресс-диагностику. Что я вижу? Смотрите. в вашем прошлом у вас была прекрасная жизнь. Я вижу, что вы уже живете много лет, где-то 20 или 10, чем-то, 15, возможно. То есть мне идет от 10 до 20. Сколько вы живете уже? Больше 20 лет. Больше 20 лет. Значит, смотрите, солнышко, и получается, что ваш муж начал абсолютно неожиданно трансформироваться. Он стал более закрытым, он стал более, вот скажем так, необщительным. Вроде еще в начале он выполнял работу, был энергичный и активный, но в итоге вот эта активность вот завершается этим очень опасным и непростым чертом. что эта карта говорит? Это карта порчи, это карта мощного колдовского воздействия. Ему поробылы на пьянство. И вот это, как в народе говорят, настраное, поробленное, ему сделали из-за зависти, из-за того, что ваша семья, я так вижу, что у вас есть дети общие, это сын или кто-то вот из родичей, сыночек ваш, смотрите, очень сильно позавидовали и какой-то мощный чернокнижник, очень грамотный колдун, который знаком с вашей семьей даже, возможно, вы кого-то подозреваете, он вызвал чертей, вот видите, это очень опасная карта чертозната, здесь возле него много чертей находится и он наслал на вашего мужа это горе и эту беду, я не лечу пьянство и алкоголизм, я не медик, но я молюсь и отсчитываю порчено пьянство и любой негатив, вашего мужа нужно чистить, в режиме чермина мы с вами встретимся, я еще сделаю диагностику, потому что колдовство ложится часто на основании какого-то еще родового проклятия, я уже чувствую даже без карты энергетически, кто-то у вашего мужа еще в роду выпивал, принимал спиртное, и мы будем работать комплексно, возможно здесь нужен будет даже врач, и также обязательно на духовном уровне я сниму эту порчу, колдуну обратным даром верну все это зло, поставлю оберег защиту вашему мужу и сделаю все от меня возможное, чтобы ваша семья была счастьева, чтобы вашу семью вернулся мир, любовь и процветание, я буду за вас обязательно молиться этой ночью, и помолюсь за вашего мужа, как зовут вашего сыночка? Дима, Дима, и за Дима буду молиться, солнышко, пожалуйста, оставайтесь что-то на линии, вас мои помощники запишут на термин, все будет хорошо, а я, будьте благословенны, солнышко, а я продолжаю, мои дорогие телезрители, у каждой ведьмы и у каждого человека, который занимается колдовскими практиками. Есть очень непростая история своей жизни, а также этот человек проходит свой непростой путь ведьмовства, путь колдовства. Этот путь непростой, потому что средневековые века инквизиция убивала и уничтожала ведьм и ведьмаков, колдунов, пытая их жестоко и цинично и сжигая на кострах инквизиции. Ради чего? ради того, чтобы людей силы уничтожить и чтобы общество оставалось без помощи людей ведающих. Мои дорогие, сила магии, она безграничная и я хочу вам сейчас показать и пригласить уникального человека, великую ведьму, которая имеет мощнейший дар от матушки природы ведьмовской и которая является могущественной чернокнижницей, пред которой я преклоняюсь и которую очень люблю и уважаю. Пожалуйста, дорогая Лариса, я приглашаю вас к себе в студию. Здравствуйте, Любомир. Приветствую вас. Я настолько счастлив, я настолько рад, что вы меня удостоили и пришли ко мне в студию. Я хочу вас и представить моим телезрителям. Это Лариса Могила. Сейчас мои помощники выведут справку о вас информационную. Я пришла не только сама, я пришла с духовным подарком. Я благодарю вас. Какое яблоко, как первозданное яблоко из Эдемского сада. Именно. Вы же помните легенду про Леид, про богиню Афродису. Конечно. Красное яблоко символизирует любовь и страсть. Мои дорогие, и пусть это яблоко для вас остается тоже маленькой загадкой и страстью. Тот человек, который будет с нами до конца, получит уникальнейший духовный подарок. И этот артефакт, эту уникальную свечу.